Санчего Бернабеу можно много рассказывать, но... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим за этой атакой. Скидка на партнера, следим дальше за этой атакой. Эддинсон Кавани! И можно бить! Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Скидка на партнера, следим дальше за этой атакой. Скидка на партнера, следим дальше за этой атакой. Скидка на партнера требовала такого удара. Наверное, можно было пробить по-другому. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Опасно! Неплохая попытка сделать парашютик. Вот только к месту ли она была? Но раз не реализовал, думаю, нет. Можно было бы, наверное, что-то более эффективное придумать. Ланалду тащит мяч вперед. Какая техника? Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Был нарушен. Пенальти. И это пенальти! И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной. А вот что нашли, это большой вопрос. Удар в пенальти. Гол! Ну что ж, этот пенальти уверенно реализован. 11-метровый уверенно реализован. Чуть меньше 15 минут понадобилось команде, чтобы огорчить соперника. Это может быть опасная атака. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Да, Сильва. Защитник способный выполнить не только простой поперечный, но и сложный проникающий пас существенно упрощает тренеру жизнь. Тиаго Сильва креативнее очень многих коллег по амплуа, но при этом достаточно надежен, чтобы не навредить своей же команде. О чем только защитник думал в этом эпизоде. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играл. Атака остановлена, но кто получит мяч? Бейл оказывается с мячом. Аларкон Суарес. Блестящий отцыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Голкиперс забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Тренер гостей задействует тактику командного прессинга. И давайте смотреть, как это скажется на игре хозяев. Реал на половине соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Где же удар? В последнюю секунду мяч выбит. Рос. Рос пасовал. Теперь нужно отбирать мяч. Борис Энджермен на половине соперника. Все видел Серхио Рамос. Мяч у него. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Маркиниус. Перехват в центральной зоне. Бэй. Мяч у Реала. И арбитр даст свисток после окончания атаки. Посмотрим за этой атакой. Почти подошли к воротам. Но защитник на чеку. Перехватил он эту передачу. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Рос. Отличный перехват. Это Анхель де Мари. Карим Бензима. Мяч снова у парижан. Оффсайд. Пусть и микроскопический, но правило есть правило. Ну что, мастерски отработал арбитр. Не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку. И вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Тут может что-то получиться. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Бензима. Надежно играет защитник. Атака прервана. Лукас Моура. Арбитр показывает, что вбрасывать мяч должен Парис Эльжермен. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Потерял он мяч, но кому он достанется? Это может быть опасно. Анхель де Мария на вес штрафную. И скоп. Какая техника. Как он обращается с мячом. Криштиану Роналду. Прекрасный гол. Хорошо пробил низом. Четко, точно, вратарь с ударом не справился. Это его второй гол в матче. И это дубль. Иногда говорят, мол, Криштиану Роналду жадничает и играет только сам на себя. Может, это и хорошо. Вон, какие мы зато можем наблюдать голы в его исполнении. Душ Сантуш Авеев. Серьезный пи***й. И мы снова на Сантьяго Бернабе. Парис Сен-Жермен пробьет штрафной. И это повтор забитого гола. Да, очень хорошо приложился к мячу игроку. И этот мяч влетает точно в левый нижний угол ворота. Он с мячом, он продолжает накручивать одного за друг. Ну, давай! Криштиану Роналду! И это гол! И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Великолепный гол и, к тому же, третий. Да, и это уже хет-трик. Сперион просто с ума сходит. Команда сегодня забивает ногу. Уже 3-0 счет и матч еще не закончил. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Неплохая была атака, но мяч потерян. Игрок Реала нарушает правила. Неплохой мог получиться навес, если бы не защитил. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Судьяна оснащен угловой. Криштиану Роналду проводит прекрасный матч. Очень полезен в атаке. Очень хороший матч он сегодня проводит. Мы видим график с его уд... Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Удар! Штангу мяч угодил. Играй! Роналду бьет. Команда готовится подать угловой. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. И в разрез... Он накручивает соперник. Удар! И справляется вратарь с этим ударом. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Мэттью Ди. Парис Энжермен на половине соперника. Удар еще просто. Вылетает мяч в аут. Парис Энжермен будет вводить его в игру. И играть еще полчаса. Гаррид Бэйл. Маркининс. Пассажир идет вперед. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? А Роналду находится в офсайде. Честно говоря, Константин, не понимаю, что происходит. Вроде бы две равные команды. Но почему одно такое большое преимущество? Знаешь, возможно, это такая хитрая тактика. Они их заманивают. Сейчас они пару мячей пропустят, заведутся. И наколотят потом в четыре раза больше. Хотя в это верится, конечно, с трудом. Отличный момент. А вот это уже здорово. Момент. И на месте голкипер. Голкипер отбивает мяч куда подальше. И мяч будет введен в игру с углом поля. Кеплер Феррера. Пенальти где-то мы это уже видели. Ну, если сейчас пропустят, понятно, кто и может. И это пенальти плюс желтое. Что вполне соответствует логике эпизода. Да, игрок, конечно, погорячился. И здорово подвел свою команду. Реализует пенальти Криштиан Иванал. Отметим уверенную реализацию 11-ти метров. Да, будем откровенны. В такой ситуации шансов спасти команду было не так уж и много. Очередной гол преимущества становится просто неприличным. 20 минут осталось. Посмотрим за этой атакой. Какой прекрасный пример отбора мяча. Отобран мяч, надо возвращаться. Забивать нужно! Ну, а здесь кого винить? Только себя любимым. Это может быть опасная атака. Криштиану Роналду. Защита справляется. Есть варианты для паса. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Хороший момент! Штанга! Мяч отскакивает в поле. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны игроков парижской команды. Это красная карточка и теперь шансов отыграться практически не остается. Это ж надо так самим себе испортить жизнь. Вот это было действительно странно. И сейчас ему партнеры скажут столько ласковых слов. Эх, послушаем. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Лука Модрич перехватывает мяч. Отлично сыграно, надо решать. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Серж Орье. Тушсантуш Авеев. Так, неплохо. Мяч летит в сторону ворот. Момент! Забивай! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вне игры, свободный удар. Кросс хотел отдать пас, не вышел. А вот и атака парижан. Нужно бить по воротам. Простил, откровенно простил. Сейчас игрок команду соперников. Но нельзя, нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру. Не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим, работает ли сегодня это правило. Душсантуш Авеев. Реал идет к воротам соперника. Угловой удар назначает арбитр. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Пас фланга. А что так мало? Добавил бы минут 30. Матью иди. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И как опасно пробил. Ох, какой гол! Какой гол! Гол, который ничего не меняет. Матч наш уже давно превратился в пустую формальность. Ну и забивают они все-таки в самой концовке. Жаль только, что на результат этот мяч уже никак не выиграл. Ну вот и все. Похоже, этот гол ставит точку в игре. Да, этот гол влияет на итоговый счет, но не на результат. Слишком уж далеко команда отпустила соперника по ходу матча. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Какая техника. Роналду бьем. И это просто шедевр. Это просто шедевр. Это просто хоккейная реализация численного большинства. Очень красивая формулировка, Георгий. Тут даже нечего больше добавить. Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки собственной совести. Ужасная, просто чудовищная игра вратаря сегодня. И оборона тут, собственно, не при чем. 5 забили, 1 пропустили. Громадное преимущество. Все. Судья отдает звездок к окончанию матча. Мадридский Реал сегодня был лучше и победил. Сложно давать оценку игреку Иштиану Роналду, но взялся за куш, как говорится, константин. Ты эксперт, поэтому твое мнение. Просто какой-то невероятный, фантастический матч он сегодня провел. Голевая. Удар спинати. Гол. Гол. Продолжение следует...